Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книг «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 15 главу. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Тоже первый стих, как и в 14-м, достаточно многозначный и очень важный. Мы видим, что иудеи говорят, что обрезаны необходимы для спасения. На самом деле мы знаем, что обрезание было до определенного времени, пока Христос не пришел и не установил новый завет в крови своей. И сказал, что всякий, входящий в царствие, чтобы войти в царствие Божие, необходимо креститься от воды и духа. Поэтому завет обрезания, который был заключен в Ветхом Завете с Авраамом, он потерял свою силу в новозаветном времени. Но иудеи, которые вчера еще только были иудеями, а сегодня они уже стали христианами, по своему неофитству никак не могли оторваться своим сознанием от необходимости соблюдения закона Моисеева, в том числе и вот этого закона об обрезании. Видите, как они ставят вопрос? Не просто, что это необходимо, потому что заповедовал нам Авраам, не просто, потому что это было и при Моисее, не просто, потому что еще какие-то аргументы, и царь Давид был присоединен к народу именно через обрезание. Они вопрос ставят очень важно и ребром, можно сказать. Они говорят, не обрежетесь, не можете спастись. То есть самый главный вопрос, как человек спасается. Что же апостолы? Когда же произошло разногласие? Видите, начинается трение в общине. Это на самом деле очень хорошая подсказка тем людям, которые говорят, вот нам нужно вернуться в апостольские времена. Особенно этой мыслью страдают люди, принадлежащие так называемому протестантскому движению. Якобы там, в апостольские времена, все было мирно, тишь да гладь, и только Божья благодать, никаких конфликтов не было. Это не так. Их было множество, и мы увидим. И здесь видим разногласие. Когда же произошло разногласие, и немалое состязание у Павла и Варнавы, видите, немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то есть они вступили в спор с этими двумя апостолами, то положили Павла и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Видим, что иудеи настаивают на том, что обрезы необходимы. Апостол Павел и Варнавы вступают с ними в диспут. Мы видим, что диспут не приносит никакой в данный момент здесь такой вот окончательного решения, скажем так. Приносит пользу, но окончательного решения нет. И к чему они обращаются? Они говорят, пусть идут в Иерусалим и спросят, как нам принимать язычников. Почему в Иерусалим? Потому что Иерусалим — это самая древняя кафедра. Хочу, чтобы услышали некоторые, претендующие на Рим. Иерусалим — это была древняя кафедра, самая древняя кафедра именно иерусалимская, где председатель стал апостол Иаков, брат Господний. Он был патриархом, если так можно сказать, патриархом именно в Иерусалиме. Итак, там были апостолы. Иерусалим считался центром всех вопросов, как вот, ну, синод, скажем, да, первопрестольный Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию. А Финикия, если посмотреть на карту, это восточное Средиземноморье. Была богатая такая территория, достаточно богатые страны, там богатая страна, несколько городов. И Самария, ну, известную нам она по пути, также в Иерусалим находилась и Самария, которая известна своими евангельскими событиями. И Самарянка в Фатине, да, общение со Христом. И притчу, которую приводит Господь о Самарянине, и то, что Самаряне с Иерусалим не сообщается. Много же множества историй. Итак, рассказывая об обращении язычников, проповедовали радость великую во всех братьях. То есть они проходят эти города, несмотря на то, что они идут решить этот важный вопрос, как принимать язычников в церковь, надо ли их обрезать или нет, они не тратят время зря. То есть в чем преимущество именно хождения с апостольской проповедью? Сейчас вот я летаю, лечу там на самолете, там или в Анадырь, или на Сахалин, а раньше надо было бы идти пешком. И преимущество такого миссионерского служения, это то, что ты, пройдя многие города, ты можешь оставить после себя, да, посеять семена, хорошие семена, Слово Божие в сердца людей, которые могли бы это услышать. Ну, хотя не все так плохо, когда приезжаю, например, и на Сахалин, вот один из таких приездов, по моей просьбе, устроили мне поездку по всему острову. И я хотел достичь, и у меня это получилось, милостью Божией, с помощью Божьих самых крайних уголков, где там небольшие храмы, где там прихожан человек по 20, да, небольшие, самые отдаленные села, священник там бывает, ну, раз по воскресеньям приезжает, что поиспает причастить людей, именно там пообщаться, побеседовать с этими людьми. Видели бы вы, какая великая, в общем-то, радость у них бывает, что они говорили о том, да, ой, вы к нам приехали, я говорю, да, прямо из Москвы, я говорю, ну да, ой, а мы думали, нас тут все забыли уже, мы тут никому не нужны, у нашей глуши. Поэтому это действительно тогда было такое вот преимущество. Сейчас, конечно, до Сахалин пешком дойти, может быть, и сложно, но расстояние, о котором здесь говорится, тем более это все-таки Средиземноморье, да, все-таки был порядок меньше, преимущество все-таки такое есть. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезать язычников, и заповедовали соблюдать законную сеть. Видим, что и фарисеи, которые уверовали во Христа, но все-таки собирались то, о чем предупреждал Господь Иисус Христос, что этого делать нельзя. Он говорит, нельзя вливать вино молодое в мехи ветхие, и нельзя пришивать ткань, да, из небеленной к ветхой одежде, из хорошей ткани к ветхой одежде. Смысла нет, и то пропадет, и это потеряется, и пользы никакой не принесет. Они также настаивают, слышат проповедь, но настаивают. Наверняка они в проповеди говорили, с какой миссией они идут в Иерусалим. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. По долгом рассуждении, то есть вот они приходят в Иерусалим, здесь апостолы, и вот по долгом рассуждении, вот внимание, Петр, встав, сказал им, мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, веруя о честье в сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которые не могли понести ни отцы ваши, ни мы? То есть апостол Петр возвышает свой голос в собрании, говорит о том, что он избранный апостолом, самим Христом, для того, чтобы, для чего? Не чтобы главенствовать и первенствовать, а для того, чтобы проповедовать язычникам, да, что, в общем-то, и делается, и последователями, и преемниками этого апостола достаточно широко, нельзя этого отрицать. Миссия во всем мире, она, конечно, есть, и социальные проекты, и много чего есть, но, тем не менее, мы, говорит, веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. То есть апостол Петр поддерживает посланцев из Антиохии, Варнава и Павла в том, что обрезание не обязательно для спасения человека. Он говорит, что оно утратило уже свое значение, потому что как мы спасаемся, говорит, Иисусом Христом, но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Тогда умолкнув все собрание и, выслушав Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамени и чудеса створил Бог через них, среди язычников, после же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи, братья, послушайте меня. Апостол Иаков берет слово последним. Апостол Петр выступил и сказал о том, что он против обрезания, что не спасается человек обрезанием, а только благодатью Иисуса Христа. Апостол Варнава и Павел и последним завершает, говорит свое слово апостол Иаков. Это древняя традиция. Так было всегда, когда старший подводил итог всему тому, что было сказано, то есть, как вы сегодня сказали, итог прения, которые были. Вот конференция, прения, все поговорили, ну а теперь, ну вот что? И теперь вот итог. Апостол Иаков сказал, мужи, братья, послушайте меня. Симон, то есть Петр, изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, то есть он подводит итоги сказанного, чтобы составить из них народ во имя свое. И снимем, и сим согласны слова пророков, как написано. Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми воздействится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. То есть здесь апостол Иаков приводит слова из Ветхого Завета пророка Амоса о том, что действительно скиния разрушилась, Ветхозаветный как? Мы знаем, что Христос, когда был распят, то завеса в храме раздралась надвое. Но это не означает, что закончилось храмовое служение, как ошибаются некоторые протестанты. Закончилось именно служение жертвоприношений жертвенных животных, потому что сам Агнец, о котором свидетельствовал Иоанн Креститель, вот Агнец, взявший на себя грех мира, он был распят, и это служение потеряло свое значение и завершилось как таковое. Об этом говорит и апостол Иаков. Но то, что в храме собирались апостолы, об этом пишет тот же Евангелист Лука. Да, в последней главе и в последнем стихе. Это в пользу того, что храмовое служение не отменено. Смотрите, пожалуйста. Евангелист Лука, только не в Деянии апостолов, а в Евангелии от Луки, 53 стих, последней главы, 24-й. «И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Итак, далее, 18 стих. «Ведомы Богу, от вечности все дела его», продолжает свою речь апостол Иаков, «посему, я полагаю, не затруднять обращаться к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от искверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Действительно, удавлена и кровь была еще запрещена в Ветхом Завете и блуд. Об этом подробно описывается в книге «Левит», в частности, в 17-й главе, о запрете вкушения крови. Но здесь к язычникам это еще обращено, потому что языческие жертвоприношения были связаны с пролитием крови животных. Например, когда мы видим, что они посчитали, что Варнава и Павел — это боги, Зевс и Ермия, то они хотели принести им и кровавую жертву, и тельца заколоть. И известно, что язычники, когда закалывали тельца, они пили кровь, то есть подставляли чашу, и потом эту чашу проносили и пили кровь. Поэтому на это было обращено внимание, это был своеобразный ритуал поклонения. Как и в Ветхом Завете это было запрещено, так и здесь этот запрет для язычников, который входит в церковь, он остается. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать в Антиохию с Павлом и Варнавой, именно Иуду, прозываемую Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями. То есть они избирают людей, которые сейчас в дальнейшем, мы увидим с вами, вынесут решение собора. На самом деле, братья и сестры, запомните 15 главу, она очень важна. Именно в 15 главе книги Деяния апостолов впервые говорится о том, как решаются спорные вопросы в церкви. Истинно, ложно, правильно, неправильно, делать, не делать. Это решается церковным собором. О чем мы и прочитаем далее. И вот написав и вручив им, то есть решение на соборе принято, теперь они написали и вручили им. Что же? Написав и вручив им следующее. Апостолы и пресвитеры. Здесь прямо идет цитата, 23 стих. Этот Иерусалимский собор состоялся в 53-м, 52-й, 53-й год по Рождеству Христову. Первый Иерусалимский собор. Вот его решение. Апостолы и пресвитеры, братья, находящиеся в Антиохе, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. По элику мы услышали, что некоторые, вышившие от вас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться. И соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленным нашим Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые разъяснят вам тоже словесно. Внимание, 28 стих. Мы видим, то, что было принято апостолами на соборе, это было запечатлено в документе Первого Иерусалимского собора, который, в частности, содержится здесь и сейчас в книге Деяния Апостолов, которую мы прочитали. Заметьте, собор — это не просто съезд, это не конференция, это не форум. Собор — это определение и голос Святого Духа. Сказано угодно нам, угодно сначала Святому Духу и нам. То есть решение собора — это голос Святого Духа в церкви. Поэтому кому не нравится решение соборов, кто с ними не согласен, хочется напомнить. Господь Иисус Христос говорит, «Хула на меня простится, а Хула на Духа Святого не простится ни всем веки, ни в будущем». Всякое противление определениям и канонам и правилам церковных соборов есть не что иное, как у Хула на Святого Духа. Есть на чем задуматься. Итак, отправленные пришли в Антиохию, собрав людей, вручили письмо. «Они же, прочитав, возрадовались о всем восстановлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильными словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам, но Силе рассудилось остаться там. А Иуда, прозвано, возвратился в Иерусалим». Видим, что по необходимости апостолы никогда не исполняли ничего формально, они видели, что если здесь кому-то лучше остаться, Силе, наверняка Сила видел, что в Антиохии необходима помощь в проповеди Слова Божия, он остается, а Иуда возвращается обратно в Иерусалим. Павел и Варнава жили в Антиохии, учая и благовествуя вместе с другими Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять, посетим братьев наши по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называя Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликою, утверждая церковь». Видим, что снова наступает разногласие. Теперь уже не просто между иудеями и апостолами, а между самими апостолами. Апостол Варнава и апостол Павел разошлись во мнениях брать ли с собой Марка. Это того самого Марка, евангелиста Марка, который был молод, и Иоанн было его другое имя. И однажды в одном из миссионерских путешествий, как мы видели, он отстал от них, когда они шли на дело проповеди. И апостолу Павлу это не понравилось. Как свидетельствует жития святых, апостолов Варнави и Павла? Апостол Варнава был очень мягким человеком. Он был такой вот, ну, как дедушка. Он был уже такой человек в годах, и он всех жалел, ему было жалко каждого человека. А апостол Павел был другого характера. Он был очень твердый. Ему это не понравилось. Как это так? Такая безответственность. Ты идешь на дело Божие, проповеди Евангелия, и вдруг ты где-то там потерялся, отстал, и вернулся, там, к маме захотел, или что там с тобой произошло. Но, как пишет об этом свидетель Иоанн Златоуст, что они не то чтобы разругались, а просто было разногласие. Но любое разногласие, оно было на пользу церкви. Мы видим, что Варнава отправился в Кипр, для того, чтобы там благоуставать, а апостол Павел в Сирию и в Киликию. То есть слово Божие, оно, тем не менее, распространялось. Также свидетель Иоанн Златоуст замечает по этому поводу, что в церкви нужны разные люди. Нужны и старцы, которые могли бы пожалеть, как апостол Варнава, и как-то укрепить вот именно такой вот снисходительностью. Но нужны и строгие люди, для того, чтобы не было такого какого-то амебного состояния внутри человека, который и в его действиях, который готовится к проповеди Евангелия и благоуставать этот мир. Действительно, как сказано у апостола Павла, что любящим Бога все содействует пока благу. И Варнава апостол любил Бога, и его проповедь приносила много плода. И Павел апостол также любил Бога, и его проповедь приносила немало плода. И Слово, которым он был наделен, и имел этот дар Слова от Бога. Поэтому нельзя сказать, что здесь произошла какая-то такая ссора, и она губительно сказалась на самом главном деле, на который Христос отправлял своих апостолов. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, так и духу человек соблюдать все, что я заповедал вам». Мы помним из Ветхого Завета, что однажды произошло такое разногласие между Авраамом и Лотом. Но, тем не менее, когда было это разногласие, они разошлись в разные стороны. И помните, там, по-моему, в блаженной Роне Стридонского есть такие слова. «Лучше разойтись в мире, чем находиться вместе, но постоянно в ссоре». Поэтому, тем более, они разошлись не просто так, по разным углам, а на главное дело. Какое? Дело благовестия этого мира святым Евангелем, призывая людей к покаянию и к Царствию Божию. Редактор субтитров А.Семкин